Одна из причин отравления воздуха в Красноярске – вот эта куча промышленных отходов целлюлозно-бумажного комбината. А попросту говоря, опилки. Они горят уже с сентября прошлого года. С этого времени в службу 005 стали поступать звонки от жителей Ленинского района с жалобами на запах горения. Тогда была создана рабочая группа с представителями администрации Красноярска и управления Росприроднадзора по краю. Однако собственник ЦБК никак не реагирует на многочисленные обращения. Сейчас в судах находится несколько административных дел в отношении обанкротившегося Енисейского ЦБК. Но пока это не привело к началам работ по тушению опилок. Они на этом месте не только слегка тлеют, как сейчас, но и периодически горят открытым пламенем. Сюда постоянно выезжают пожарные расчеты, чтобы не допустить распространения огня. Пожарная машина приезжает. У нас МЧС по краю также входит в состав группы и производит это тушение. Но мы видим, что количество объема здесь около 100 тысяч кубических метров. Соответственно, здесь принимать меры уже нужно, чтобы специалисты приняли то решение, которое нам позволило локализовать эту ситуацию. То есть так просто его не потушишь? К сожалению, просто нет. Сейчас различные ведомства, в частности Сибирский технологический университет, разрабатывают технические решения, как потушить огонь. Его не зальешь водой и не разровняешь эту кучу опилок тракторами. Подобная ситуация была в Канске. Там проблему решили строительством саркофага, который перекрыл доступ воздуха. И тлеющая масса, лигнина, потухла сама собой. Какие примут меры в Красноярске, пока неизвестно. Сложность еще и в том, что собственник комбината не собирается ничего предпринимать. Учитывая, что природопользователь находится в том состоянии, в котором он есть, у него отсутствуют определенные финансовые средства, и попросту он игнорирует выполнение тех обязанностей, которые на него возложены, естественно, это будут делать органы местного самоуправления. В последующем, я так думаю, будем принимать решения и меры о том, чтобы компенсировать те затраты, которые понесло государство на устранение тех нарушений, которые допустил природопользователь. Впрочем, чтобы муниципалитет выделил деньги на ликвидацию возгорания, необходимо особое решение – введение локальной чрезвычайной ситуации на территории ЦБК. Решение об этом городские власти обещают принять в конце недели после разностороннего изучения вопроса. Тогда же станет понятно, когда начнутся работы по тушению тлеющих опилок. Андрей Старадым, Андрей Панкратц, Новости.